Доброй традицией в нашем районе стало в канун Дня Победы проводить самые различные патриотические мероприятия. Районный смотр-конкурс «Строя и песни» среди общеобразовательных организаций муниципалитета организуется в рамках военно-патриотического воспитания школьников. Смотрите репортаж с подробностями этого события. Программа смотр-конкурса «Строя и песни» включает овладение учащимися специальными знаниями и навыками военной подготовки. Им нужно освоить общую культуру строя, построения, расчеты приветствия, перестроения, повороты на месте, движение строевым шагом, исполнение строевой песни. Немаловажным является и наличие единообразной формы одежды. 37 команд школ муниципалитета постарались подготовиться к смотру конкурсу, чтобы показать себя с лучшей стороны. Всех собравшихся приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский. 23-й раз в нашем районе проходит конкурс «Строя и песни». Как уже было сказано в этом году, наш конкурс «Строя и песни» посвящен 78-й годовщине Великой Победы и 80-й годовщине освобождения Кубани от мецко-фашистских захватчиков и в целом освобождения Кавказа. Мне приятно, что количество участников растет. В этом году 37 команд, еще 5 лет назад было 16 команд. Это говорит о том, что в Славянском районе ребята активные, ребята любят патриотику. Мира, добра, благополучия, пусть победит сильнейший. С праздником, дорогие друзья! Председатель Славянского районного совета ветеранов войны и труда Вячеслав Салмин отметил, что нынешнее подрастающее поколение – наследники солдат Победы в Великой Отечественной войне. «Помните о том, что мир завоеван нашими прадедами и дедами, чтобы вы могли учиться, трудиться на благо нашей России. Будьте достойны их памяти». Славим мы героям берегущих мир, тем, кому дороже честь, а не мундир. Перед всеми воинами огненных времен мы слоняем головы низким опадом. Нелегкую задачу предстояло решить участникам смотра конкурса «Строя песни». Под руководством своих командиров нужно было пройти как можно более четко, как говорится, чеканя шаг. Исполнение строевой песни во время прохождения – это отдельное искусство. И лучшие команды Славянского района просто порадовали тем, как слаженно и красиво они шли в строю, как пели песни, известные всей нашей стране. Строгая жюри смотра конкурса оценила выправку, точность строевого шага, единую парадную форму одежды, действия командира, прохождение отрядов с песней. В номинации отряд девушек победила команда из пятой школы. В номинации команда военно-патриотических клубов – первое место за 29-й школой. Среди отрядов девятых, одиннадцатых классов не было равных ребятам из семнадцатой школы. В номинации отряд седьмых, восьмых классов лидерами стали учащиеся двадцатой школы. В номинации отряд седьмых, восьмых казачьих классов первенствовала пятая школа, а лучшим командиром отряда признана Софья Дейнега из шестнадцатой школы. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Станислав Бурбыко, программа «События»! Продолжение следует... Продолжение следует...